Давно известно, живут студенты весело лишь от сессии до сессии. Одни экзаменов забывают и о сне, и об отдыхе, отдавая все силы интенсивному мозговому штурму. Учитывая это, библиотекари пошли навстречу. Главное запастись конфетами, чтобы работалось лучше, и за книгами можно провести хоть всю ночь, говорит пятикурсница Любовь Юрченко. Благо, двери библиотеки имени Горького закрываются нынче лишь после 11 вечера. Часы работы продлили специально, чтобы студентам хватило времени. Не перелопатить всю литературу и не провалить экзамены. Есть такие книги, которые невозможно идти в интернете, и те же самые статьи в журналах. Поэтому приходится ходить в библиотеку, от этого никуда не деться. Поэтому подготовка идет днем и ночью. Это очень, да, кстати, напрягает мозги. Библиотека в это время — место встречи студентов из разных вузов. Первокурсник политеха Сегун Агун Рэми обходится без конфет. Для него главный стимул — это необходимость освоить русский язык. Он часами просиживает за книжками, пополняя речевой запас. Но говорить пока лучше получается на английском. Об этой библиотеке я узнал всего три недели назад, когда мне стало надо готовиться к экзаменам. Мне сказал о ней мой друг, он тоже из Нигерии. Сейчас мне нужно в первую очередь выучить русский язык и сдать экзамен. А потом уже начнется главный курс по инженерной специальности. За все время, пока книгохранилища и читальные залы работают в таком режиме до 23.00, библиотека ни разу не пустовала. Ежедневно здесь допоздна засиживаются до полусотни студентов. Это востребованная акция. И помимо зимней экзаменационной сессии, студенты просят, чтобы мы подобные акции повторяли в летнее время, в летней сессии. Мы также не должны исключать такую категорию пользователей, как студенты, приезжающие к нам из других городов, которые живут в общежитии, и для которых вот такая акция является своеобразной палочкой-выручалочкой. Вечеровать в Горьковке студенты смогут еще сегодня и завтра. А с 21 января Краевая библиотека вернется к привычному графику работы. Елена Закирова, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.